ПЕСНЯ Идея в преддверии Дня Победы запустить проект с названием «Девять песен военных лет» принадлежит художественному руководителю детского эстрадного музыкального театра Елене Широковой. Ранее ее ученики прошли отбор на областной конкурс эстрадных вокалистов, для которого подготовили эти песни. Но из-за пандемии выступить вживую возможности нет. Мне показалось, что было бы обидно, что эти песни никто не услышит. И мы сделали первый наш проект. До 7 мая мы будем выкладывать в наш Инстаграм, в наш Контакт нашего театра, в наш Фейсбук. Мы будем выкладывать по одной песне каждый день. Видео будут выходить под хэштегом «Дети мюзикла о войне». Первые онлайн выступления уже доступны на YouTube-канале DMT Musical. Снимать, конечно, это очень непросто. И, в принципе, этот проект производить очень непросто. Ребята снимают все на свои телефоны. Кому-то родители помогают, кто-то сам в виде селфи это делает. Все это принимается у нас дома на нашу монтажную станцию на одну. Это, в общем, дни и ночи. Этот день мы приближали, как могли. Вот это вот реально так. Но одним проектом ученики школы не ограничились. Параллельно ребята вместе с преподавателями работают над получасовым документальным фильмом о своих родственниках-фронтовиках. Также дистанционно они реализуют проект «Одна на всех Катюша», где 15 девушек споют по одной строчке знаменитой песни. Ксения Брагина, Новости Химки-ТВ.